Приветствую вас, значит, я прочитал ваш текст, мы сейчас с вами его разберём, но перед этим я бы хотел уточнить немножечко ваш запрос, то есть, какой это запрос. То есть, ваш основной вопрос в чём, чтобы его соблазнить, но соблазнить для чего, или вы хотели бы всё-таки выстроить с ним отношения, это разные вещи. А если вы хотите его соблазнить от одного, если вы хотите выстраивать с ним отношения, это другое. И поэтому я думаю, что нужно вначале разобраться вот с этими моментами, с этими нюансами. А уже потом, после этого, можно будет говорить и о том, что вам делать. Как видите, мужчина, ну вот именно, ваш мужчина, он, ну, тоже боится, боится того, что может потерять вашу дружбу, и вы, соответственно, тоже чего-то боитесь. Но до тех пор, пока вы откровенно сами об этом не поговорите, я полагаю, что вряд ли у вас будет способ, вряд ли у вас будет возможность, вряд ли у вас будет какой-то однозначный ответ на свою проблему. Итак, мне 36 лет, я влюбилась в своего друга, коллегу по работе, когда поняла это, развивалась в музе. Значит, что происходит с друзьями, да? Когда они влюбляются друг в друга. Значит, уважение, которое у вас, ну, возможно, есть к вашему другу. Ну, оно ставится под очень большое сомнение. Именно уважение. Потому что друга можно уважать, но, к сожалению, далеко не всегда можно и получается уважать именно того, кого мы любим. Несмотря на то, что, в общем и целом, уважать хочется. То есть, несмотря на то, что, в общем и целом, именно хочется и нужно уважать. То есть, здесь очень важно, чтобы вы сами для себя определили, ага, значит, как именно вы воспринимаете своего друга. Вот. Кто он для вас? Как именно вы его видите? Не идеализируете ли вы его? Ну и, в общем, в общем и так далее. Это довольно важный момент, потому что, вполне вероятно, не обязательно, но так оно может быть, что вы идеализируете своего друга, идеализируете его как мужчину. Именно по той простой причине, что муж ваш был недостаточно хорошим для вас. То есть, с мужем вы не получали того, чего, ну, например, хотели или того, чего вы считали себя достойной и так далее. То есть, это вот такие довольно важные вещи. Потому что, почему я это спрашиваю, да? Ага, потому что вы боитесь, вы боитесь, вы боитесь, что, ну, что мужчина не ответит вам обратной связью. Вы боитесь, что человек не даст вам того, чего вы хотите. Вот. Но, понимаете, в чем дело? Это говорит о вашей заинтересованности личной в том, чтобы отношения сложились. Но не о принятии его. Не о стремлении к тому, чтобы он был счастлив. И не о любви в чистом виде. Вот. По крайней мере. Далее, значит, для того, чтобы лучше понять природу вашей влюбленности в друга, ну, можно было бы рассмотреть обстоятельства проживания с мужем. Как я понял, у вас нет детей. Ну, по крайней мере, про детей вы ничего не сказали и ничего не написали. А если это так, то, ну, соответственно, довольно серьезное обстоятельство, почему вы, например, значит, просили с мужем какое-то время, да, и у вас нет детей. Далее, вы со своим другом общаетесь, много времени проводите вместе, он звонит каждый вечер, но никаких намеков на близость. Ну, здесь, опять же, понимаете, вполне вероятно, что мужчина, он действительно старается держать дистанцию, удерживать дистанцию. И боится вас потерять именно как друга, который, вероятно, сейчас ему более, ну, более нужнее, чем, например, еще одна женщина и еще один роман. Явно знает о моих чувствах. Пишите вы. Так, было бы интересно узнать, почему вы считаете, что человек знает о ваших чувствах? Почему вы считаете, что он в курсе ваших чувств? Ну, то есть, что вас на это навело? Не выдаёте ли вы здесь, Мария, желаемое за действительное? Незадолго до этого у него был неудачный роман. Ну, неудачные романы случаются, важно то, как он его перешил. Что делать, не знаю. А что делать, чтобы что? Что делать, для чего? Признаться ему в открытую или проявлять больше флирта? Ну, я думаю, что, опять же, если вы хотите с мужчиной строить отношения именно, то лучше признаться ему в открытую. Если вы хотите с ним привести время и чисто, например, переспать, то тут нужно больше проявлять флирта. Но это указывает ваш вопрос, как ещё его соблазнить. Возможно, заразит наша сручба и боится потерять её в случае неудачных отношений. Ну, это может быть, и понимаете, всё в ваших силах. То есть, вы можете с ним поговорить, вы можете постараться до него донести вот эту вот мысль, эту модель, что, например, если у вас не сложатся отношения, у меня такое, в принципе, может быть, да, вполне естественно, то ничего страшного вам в этом нет. Вы всё равно будете дружить, вы всё равно будете, как бы, ну, всё равно будете вместе, в общем. Ну, понимаете? То есть, мне видится, мне видится это именно так. Мне видится это именно так, что если у мужчины есть какие-то переживания, да, по поводу, ну, вот, неважно, неважно. По поводу, чего у него есть переживания, главное, что они у него есть, ну, вот, то его нужно успокоить. В любом случае. И вот если вы его успокоите, то, возможно, человек, как раз-таки, ну, будет чувствовать себя с вами по... по свободе. Вот. И это даст ему больше простора для проявления к вам уже ваших, ну, своих чувств, например. Вот. Так, по крайней мере, это представляется мне. Но и вам, в свою очередь, вам, в свою очередь, тоже необходимо увидеть, постараться увидеть свои цели. То есть, какие они, какие это цели. Что эти цели из себя представляют. Понимаете? Ну. Просто, если вы не будете знать, чего хотите вы, то есть, ну, что вам нужно. Что я полагаю, что вы не сможете выстраивать свою модель поведения по отношению к нему на таком достойном, адекватном уровне. Вот. И в итоге вы будете просто потерять время. У вас уже сейчас наблюдаются некие такие, знаете, признаки разочарования, я бы сказал, да? То есть, вы уже сейчас, как бы, ну, готовы приступить к этой очарованию. То есть, неоправданные ожидания, ну, мужчина ничего не делает, ну, из того, что вы хотите, например. Вот. И это не может не ухудшить ваши отношения. Понимаете? Поэтому, если вы хотите сохранить с ним, хотя бы, дружбу, то, в принципе, немало. Что я рекомендую вам, в любом случае, я рекомендую вам поговорить с ним откровенно. Если боитесь, это очень другой вопрос, если боитесь. То есть, если вы боитесь, то здесь нужно будет, ну, здесь нужно будет об этом отдельно поговорить. То есть, если вы боитесь, то почему именно вы боитесь? То есть, что заставляет вас бояться? Вот. Это, на самом деле, такой важный момент для вас. Ну, чтобы вы, чтобы вы, вот, сами увидели, увидели это, и именно свой страх, как проявление своих желаний. Скажем так, лучше контролировали. Не подожляли, потому что страх – это сигнал. Вот. А именно контролировали. Ну, например, чем обусловлена ваша нерешительность? С чем она обусловлена? Что за ней стоит? Почему вы нерешительны? Ну. Важный этот момент? Очень важный. Очень важный. Очень важный момент. Понимаете? Вот. Так что, я думаю, так можно вам ответить на ваш вопрос. Конечно, я представляю так, что больше информации будет, если вы расскажете, например, подробнее о том, почему развелись с мужем. Вот. И, ну, что заставило вас это сделать. Например, больше будет информации о том, что заставляет вас относиться к своему другу, мужчине, именно так, как вы это делаете. Вот. Вполне вероятно, что такое отношение проявляется не первый раз. Уже подобная нерешительность имеет место быть не первый раз. И, соответственно, если она действительная, эта нерешительность не впервые у вас, то за ней стоят более глубокие проблемы. Вот эта проблема, да, с которой вы обратились, она не эпизодическая. Вопрос в том, готовы ли вы ее, эту проблему, собственно говоря, решать. Вот. А я думаю, именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...